За ними, как за каменной стеной, вот и наступил один из самых долгожданных зимних праздников – День Защитника Отечества. Сегодня принято поздравлять отцов, мужей, братьев и сыновей. Так давайте спросим у прекрасных сыровчанок, что они пожелают сильной половине человечества. Мира, здоровья, счастья, любви. Забота о слабой половине женщин. Побольше заботы. Побольше заботы, да. А так, быть счастливым и наслаждаться. Мужество, силы духа, счастья, здоровья. Денег не желают, их зарабатывают. Собственно, все. Успехов, исполнения мечт и желаний. Хорошего здоровья, хорошего всего-всего-всего-всего-всего-хорошего. Я хочу всем мужчинам пожелать добра, а кто служит, вернуться домой. Потому что дома их все ждут. Здоровья, во-первых, мирного неба над головой, конечно же, это желаем всем. Семейного благополучия, в общем, всего-всего самого наилучшего. Хочу поздравить, желаю им здоровья и любить своих женщин. Самое главное, желаю им здоровья, благополучия, хорошего настроения, не увлекаться большими праздниками. Что лучше всего дарить на 23 февраля, как считаете? Я знаю, что лучше не дарить. Носки, гели, шампуни, это точно не стоит. Прям табу уже, да? Ну, наверное, уже, наверное, все это поняли, что не стоит такого дарить. А подарки уже готовы поздравлять от своих мужчин? Ну, да, в общем, да. А какие, классические пены и носки или что-то необычное? Классическое, все классическое, все в одном стиле. Да, готово, стандартные. Носки, пена для бритья. Совершенно верно. Конечно. Родственников, детей, коллег, сотрудников. А самые лучшие подарки какие? Внимание. Я здесь родилась, но живу не здесь, приехала к маме. И на 23 я буду здесь, а мои мужчины, сыновья и муж будут там, в другом. Дистанционные подарки, дистанционные поздравления. Вы можете поздравить их, а вы поздравьте их в камеру, мы покажем, они увидят по телевизору, конечно. Своих дорогих сыновей, Алексея, Николая, внука Антона и мужа Александра я поздравляю с наступающим 23-м и желаю им мира, здоровья, счастья, любви и всего-всего самого наилучшего.